Здесь просто бетонные плиты и знак. Ау! Вариан в кабриолет. Аж обжигает! Тепловоз. Ну с такими сапогами теперь уже ничего не страшно. Ребят, всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Около трех часов мы ехали по самым раздолбанным дорогам республики Коми, чтобы попасть в Югодиак и Смолянку. И если в первом узкоколейка разобрана, то во втором она используется пионерками. Но! Но! В этом году вода разлилась достаточно поздно. И в мае месяце до сих пор не вошла еще в свои берега. Кирилл списывался с местными жителями из Смолянки насчет проехаться по узкоколейке. Ему сказали, что да, вы по ней проедете, если вода спадет. Мы наивно полагали, что речь идет о том, что вода покрывает саму узкоколейку и рельсы будут просто под водой и не проезжабельны. Но жизнь оказалась куда интереснее. Оказалось, что невозможно проехать не просто по узкоколейке, невозможно проехать по саму Смолянку, где эта узкоколейка находится. В этом году очень поздно вода поднялась. Начался ледостав. Мост, который туда ведет, это вот это вот хреновина. Это огромный понтонный мост, который соединяет два берега. Одним концом он привязан к основному берегу, откуда подходит дорога в цивилизацию. Вот, видите, здоровый трос, мощный. Его соединяет. С того берега его отвязывают. Соответственно, течением этот мост сносит вот так, как он сейчас и стоит. И он так будет стоять до тех пор, пока не спадет вода. Потом его катером цепляют за тот дальний конец и разворачивают вновь поперек течения реки. Тем самым сообщение вновь будет налажено. Вы посмотрите на вот это вот. Вы когда-нибудь такое видели? Так как же осуществляется сообщение? Неужели эти поселки полностью отрезаны от земли, пока мост не поставят обратно? Нет, братцы. На время, пока мост в отставке ходит вот такой катер. У него есть свое расписание, которому он следует. Машины, как вы видите, он взять на борт не может, поэтому часть остается на том берегу, а часть на этом. Вот такая мощная парковка. А еще местные мужики с катера рассказали, что в Югодиаге ускоколейка была совсем плоха. Ее разобрали уже достаточно давно. В этом участвовала администрация. Дескать, давайте мы разберем плохую скоколейку и построим вам хорошую автомобильную. В итоге, как водится в Россию, ускоколейную дорогу разобрали, автомобильную не построили. Говорят, сейчас даже кто-то сидит за это дело. Что касается Смолянки. Дорога идет до 21 километра. Нет ни отвороток, ни усов, просто стальная магистраль на 20 километров в лес. Ну что ж, в этот раз мы ее пропускаем. Кто знает, может, мы сюда еще и вернемся. Музыка, А мы уже в Коряжме остановились вон в том хостеле. Кстати, неплохо. Рекомендую ориентир. Ха-ха, ориентир. От станции Низовка отходит ответвление, которое идет в сторону Коряжме. Ответвление очень богато на путевые развития. Там дальше вообще какое-то предприятие. И прямо напротив хостела стоит прекрасный ориентир. Тепловоз ТГК-2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то с паромом нам тоже пока не везет. В одном месте его нет. Здесь просто бетонные плиты и знак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжаемся Львачегодск. Прямо с дороги увидели депо. Хотя бы чуть-чуть покажу его. Тепловозное царство как-никак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутрь, понятное дело, мы не пойдем. Времена сейчас неспокойные. А продолжим наш путь. Вода заканчивается. Увидел такую классную ортодоксальную колонку. Что примечательно, рабочую. Пора пополнять запасы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно, хозяйство узкоколейное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и трасса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что дом больше не падает. Ребят, мы в Удимском. О том, что здесь огромная узкоколейка говорит многое. Начиная от половинок ПВшек, заканчивая островами Дрезин. И здесь, у выхода на линию, чуть поодаль от станции, которая за моей спиной, четыре, пять. Пять самобеглых единиц. Но с такими сапогами теперь уже ничего не страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА